С вами бракшерская компания KitchenAns. Меня зовут Дмитрий Шиберодин. Я представляю Ваше внимание наш традиционный дневной видеоврифинг под названием «Своя позиция». Если есть какие-то проблемы со звуком, то, пожалуйста, напишите мне, потому что очень долго я подключался к событию и компьютер сильно тормозил. Расписание всех мероприятий и нашу компанию вы можете ознакомиться на сайте brokerfair.ru. Записи вебрифингов выкладываются на нашем канале на YouTube. Ссылочки на наши блоги в социальных трейдерских сетях также видите на своих экранах. Моя личная страничка в журнале livejournal.com. Сейчас перейдем к рабочему столу. Сегодня утром поступил большой блок статистики по Китаю. Ну и, в общем-то, данные приходили еще с начала понедельника, поэтому, я думаю, сегодня не смысл все это дело объединить и поговорить. Так, все повисло нафиг у меня. Так, 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 так. Напишите, пожалуйста, в чат мне кто-нибудь нормально все, со звуком, с видео, иначе я просто не понимаю, вы меня слышите или не слышите, видите или не видите, потому что тише звук идет, не ругайте. Все окей, все нормально, хорошо. Все отлично, хорошо. Так, ладно, давайте пойдем по порядку. Сейчас я... Да, все хорошо. Так, давайте, 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 все, я уже потерял мысль свою. Ладно, давайте пойдем по порядку. По Китаю сегодня подробно поговорим. Утром сегодня выходили данные по ВВП, по промышленному производству, там много чего интересного было. В понедельник, точнее, в прошлую субботу выходили данные по торговому балансу. Сегрегируем всю эту статистику и постараюсь вам ее представить так, чтобы понимать, как это дела во второй по размеру экономики мира, то есть в Китае. Сегодня получили данные по темпам роста ВВП за третий квартал 2012 года. Попали в ожидания и получили цифру в 7,4 процента по росту ВВП. Да, обновился WebEx. В общем, у меня поэтому какие-то тут глюки были. Что мы получили? Мы получили то, что темпы роста китайской экономики падают, если не ошибаюсь, уже седьмой квартал подряд. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, все правильно. Семь квартал подряд падают. Экономика Китая теряет темпы своего роста. Далее, что вы видите на экране? На экране вы видите данные по инфляции. Это синенькая линия. Данные по инфляции выходили, если не ошибаюсь, в понедельник. В этот понедельник темпы роста составили в годовом пересчете процент и девять десятых. В общем-то, все неплохо. Целевой уровень инфляции Народного банка Китая составляет 4 процента. То есть, когда инфляция перешагивает порог в 4 процента, тогда начинается серия ужесточения монетарной политики. Это было хорошо видно в 2011 году. В 2011 году, когда инфляция превысила порог в 4 процента, Народный банк Китая начал понижать, повышать точнее копчевые процентные ставки. Соответственно, у нас розовая линия это процентная ставка по годовым кредитам, зелененькая это процентная ставка по годовым депозитам. Это и есть ключевые процентные ставки Народного банка Китая. У каждой страны свои ключевые ставки процентные. По правой шкале фиолетовая линия обозначает у нас нормы банковского резервирования. Очень много ходило разговоров в последнее время о том, что Народный банк Китая, он же Китайский Центробанк, может понизить нормы резервирования для того, чтобы ликвидности банковской системы было побольше, но пока на уровне 20 процентов держится этот параметр и ничего здесь не меняется. Также напомню, что в июле 2019 года Народный банк Китая два раза подряд понизил эти самые ключевые процентные ставки по депозитам, по кредитам, по годовым соответственно уровень по кредитам 6 процентов, сейчас ровно составляет по депозитам 3 процента. Серия понижения ключевых ставок связана как раз таки с самым прямым образом, с падением темпа роста экономики. Инфляция, как видите, сейчас не является большой головной болью для Народного банка Китая, поэтому сейчас все меры направлены на поддержание экономического роста. Вот такая картинка, очень хорошая, репрезентативная, как мне кажется. Кстати, еще раз сразу напомню, что в ноябре, сразу после выборов президентов США, буквально через пару дней, в Китае состоится очередной съезд Компартии, на котором произойдет ротация руководителей страны, смена поколений, новый лидер будет в Китае. Такая, на самом деле, относительно формальная процедура, но в историческом срезе есть один очень интересный факт, и согласно этим историческим данным, как только происходит смена власти Китая, резко увеличивается государственные расходы. Ну, это такой, наверное, скорее больше политический шаг, и новая власть покажет свое, в общем-то, желание помочь экономике, и в целом возможно то, что где-то с декабря, может, с начала 2014 года китайские власти припримут более уверенные шаги по вливанию средств в экономику, в различные инфраструктурные проекты, что в целом должно поддержать внутренний спрос и в целом всю экономику. Это сейчас необходимо стране, потому что внешний спрос действительно крайне слабый. Европа в рецессии, США очень нестабильно демонстрирует темп роста экономики, и США, Китай, является, ой, США, и Европа являются крупнейшими торговыми партнерами Китая, и сейчас вот этой слабости европейско-американская Китай очень сильно страдает, еще раз повторюсь, темпы роста экономики замедляются уже 7 кварталов подряд. Так, по этому мы поговорили дальше, пойдем посмотрим по темпам промышленного производства и данные по ценам производителей. Очень важная статистика. Так, сейчас я увеличу экран, чтобы было лучше видно. Как-нибудь вот так вот сделаем. Да, вот так вот, я думаю, будет видно чуть-чуть получше. Итак, согласно представленным данным, промышленное производство Китая выросло в прошлом месяце на 9,2 процента. Аналитики ждали того, что промышленное производство вырастет на 9 процентов. На ваших экранах годовая динамика, сглаженная по промышленному производству. Это у нас разваление. Цены производителей очень важны, показатель наравне с ценой потребительскими. Это у нас, соответственно, зелененькая линия. Здесь же сюда, на всякий случай, превентил снова динамику ВВП Китая. Серая линия, чтобы понимать корреляцию с динамикой промышленного производства. Ну, индекс потребительских цен, соответственно, у нас синенькая линия. Ну, в общем, мы видим, что сокращается, точнее, сокращается темп роста промышленного производства. И все-таки Китай, скорее, является экономикой промышленной. И промышленность занимает чуть больше, чем 50 процентов всей экономики, в отличие от других стран. И поэтому, конечно, все внимание на промпроизводство, которое теряет тоже свою силу, свою мощь. Но хотя надо сказать, что сентябрь оказался не таким уж плохим месяцем. То есть, вроде какие-то даже первые ласточки, небольшие восстановления мы наблюдаем сами, если посмотреть сглаженную годовую динамику. Но немножко настораживает ситуация с ценами производителей. К сожалению, в сентябре продолжилось снижение по этому параметру. Минус 3,6 процента. И весь 2019 год цены производителей снижаются. Ну, соответственно, падает деловая активность у производителей, так как, в общем-то, у них нет большой заинтересованности в производстве продукции, потому что цены на продукцию снижаются. При этом мы прекрасно знаем, что на рынке Сирио конъюнктура не очень приятная, хотя там, да, падали цены на промышленные металлы и на другие, на другое Сирио. Но, в целом, картина, в общем, для китайских промышленников пока что выглядит не самым лучшим образом все-таки, да. И вот эти вот темпы, которые мы наблюдаем с 2010 года, в общем-то, пока что не внушают доверия. Хотя, надо понимать, что это годовые темпы роста в 9,2 процента. Если не ошибаюсь, темпы роста промпроизводства России в прошлом месяце составили 2 процента всего годовых, да. То есть, все-таки Китай растет, темпы роста впечатляющие, но нам важна динамика. И динамика пока говорит в пользу того, что эти темпы будут падать двузначных цифр мы с вами уже не увидим. А почему смотрим на Китай? Потому что именно Китай стал локомотивом восстановления мировой экономики в 2009 году. Он раньше всех начал восстанавливаться. Где-то уже, наверное, в ноябре-декабре 2008 года развернулась экономика. Колоссальные инвестиции были влиты в экономику 500 миллиардов долларов. Да, если я не ошибаюсь, правительство Китая влило в инфраструктурные проекты колоссальные суммы. И, конечно, это помогло очень сильно Китаю начать восстанавливаться. И он, в целом, за собой потянулся в мировую экономику. Но сейчас ситуация, как вы видите, немножко другая. Нестабильность в Европе, нестабильность в США. И вот Китай тоже демонстрирует падение темпов роста, что, в целом, конечно же, настораживает. Далее очень интересный график. Я вот сейчас как раз занимался перед брифингом данные по потреблению электроэнергии. График годовой, сглаженный, то есть сравниваем данные по потреблению электричества. И делим на то, что было годом ранее. Соответственно, получаем такую сглаженную линию. Здесь, правда, есть нехорошие периоды. Это декабрь и январь. Можно попросить тебя убрать. Спасибо. Очень нехорошая статистика в декабре-феврале. Потому что празднуют китайцы Луны. Это свой Новый год. Как нам по лунному календарю. В общем, целый месяц практически не работает. И очень большое искажение получаем. Но что мы с вами видим, то что темпы роста потребления электричества в Китае тоже сокращаются. Довольно уверенно. 2,9% год в году. Это минимальное значение за весь 2019 год. Да и, наверное, там за многие годы на самом деле. То есть тут тоже такие хорошие индикаторы есть. Которые помогают нам оценивать действительно очень неприятную ситуацию в китайской экономике. То есть я надеюсь, что сегодня в течение дня я догружу всю статистику. Потому что в Блумберге этой статистики нету. Приходится ее по кусочкам в интернете доставать и формировать эту картинку. Но это очень важная и очень интересная статистика по потреблению электричества и по выработке электричества. Она помогает оценивать реальную картину в экономике Китая. 50% все электричества, кстати, уходят в промышленный сектор. И, в общем, тоже так все достаточно интересно. Так, дальше. Ну, индексы PMI мы с вами постоянно отслеживаем, постоянно смотрим. Индексы деловой активности в промышленности Китая. Их предоставляет нам банк HSBC. Он отслеживает ситуацию в малом и среднем промышленном секторе Китая. В общем-то, индекс банка HSBC находится ниже 500 пунктов практически весь 2012 год. Это вот серая линия на экране. И розовая линия – это та статистика, которую нам представляют официальные органы власти китайские. Данные выходят в первых числах каждого месяца. Ну, соответственно, совсем скоро, уже в 1 ноября, мы получим статистику по октябрю по индексу деловой активности в промышленности Китая, который два месяца подряд находится ниже 50 пунктов, отделяющих рост от сокращения. То есть, динамика опережающих индикаторов, к которому я отношу индекс PMI, тоже, в общем, пока говорит о том, что деловательность промышленников снижается, к сожалению. Так, что еще было интересного? Выходила статистика по торговому балансу в прошлую субботу, если не ошибаюсь. И что мы с вами получили? Вот на данном графике изображена динамика ВВП Китая, тоже в процентах к прошлому году. Соответственно, квартальная динамика – это розовая линия. Экспорт – это синяя линия, соответственно, зеленая линия – это объем импорта. Ну, посмотрел все квартал к кварталу, да, и вот наложил эти графики. И, как мы видим, динамика импорта и экспорта очень неплохо коррелирует с динамикой ВВП. Все-таки Китай является экспортно-ориентированной экономикой, как ни крути, да. И мы видим, что, в общем-то, падают довольно серьезно, падают объемы экспорта. Это говорит нам о том, что внешний спрос на китайскую продукцию слабый. Также падают темпы импорта. Темпы импорта снижаются. Это говорит о том, что внутренний спрос достаточно слабый сейчас в Китае. Ну, и на всем этом фоне, конечно, экономика тоже, как видите, демонстрирует падение темпов своего роста. В общем, такие тоже очень красивые графики, очень хорошие. Очень о многом говорят пока что. Здесь позитивных моментов я пока тоже уловить не могу, к сожалению. Так, про это мы тоже говорили. Давайте посмотрим по импорту сырья Китая. Китай является одним из крупнейших импортеров сырья в мире по многим параметрам. Данные в торговом балансе в срезе по сырью мы с вами смотрели в этот понедельник. Но давайте еще раз покажу вам. Импорт железной руды достаточно сильно вырос в сентябре месяце. Это хороший такой знак для рынка сырьевого в целом. Импорт железной руды находится примерно на своих исторических максимах сейчас, что, в общем-то, неплохо. На самом деле по меди ситуация не столь позитивная. Пики по импорту меди Китай достиг в декабре 2011 года. Далее сильно падал показатель, довольно значительно. Но вот в последние месяцы, в сентябре, в августе вроде наметились какие-то позитивные моменты. Это вот розовая линия на ваших экранах. То есть медь вообще является довольно хорошим таким опережающим индикатором спроса, в первую очередь спроса на рискованные активы. Такой очень хороший металл, который помогает нам оценить этот самый спрос на риск, на рискованные активы. Для фондовых рынков хороший показатель. И вроде как в сентябре достаточно сильное восстановление мы увидели по этому индексу, что является, наверное, таким хорошим все-таки сигналом для рынков, как мне кажется. По импорту нефти ситуация выглядит следующим образом. Пики импорта в районе 25 миллионов баррелей в день были достигнуты весной 2012 года. Далее пошел резкий спад по объему импорта. И минимум мы протестировали где-то вот буквально в августе месяце 18-4 миллиона тонн импортировал Китай в сутки. И этот показатель восстановился в сентябре. То есть в сентябре мы увидели сами резкий рост объема сырой нефти, резкий увеличение импорта меди и по железной руде тоже восстановление. То есть вроде как с точки зрения сырьевого рынка вроде как все неплохо на самом деле. Китай вроде начинает наращивать объем импорта сырья. Такой интересный хороший сигнал прежде всего, как мне кажется, именно для рынка сырьевого. Ну и закончим, я думаю, наш обзор логистическим срезом. Его можно так называть. На ваших экранах сейчас динамика объема перевозок ЖД-перевозки, автомобильные перевозки, морские и динамика ВВП Китая. Как-то опубликовал я обзор, в котором говорил о том, что динамика ВВП Китая очень хорошо коррелирует с объемом ЖД-перевозок грузов железнодорожным транспортом. Вот на этом графике это очень хорошо видно. Картинка и график берет свое начало с 2007 года, с сентября. И далее идет такая сглаженная годовая динамика по ВВП и по перевозкам по этим видам транспорта. Мы видим, как плотно коррелирует график динамики ВВП с графиком железнодорожных перевозок. Объем железнодорожных перевозок в августе 2012 года в годовом пересчете оказался ниже на 7% значений года 2011 года. То есть мы видим резкий провал в объеме перевозок с железнодорожным транспортом. Соответственно это наводит на некоторые мысли по поводу адекватности оценок по ВВП. Ну, много ходит слухов о том, что данные по ВВП, по основным показателям экономическим по Китаю, они нарисованы. И вот те люди, кто это, в общем так говорят, экономисты, которые исследуют эту теорию, как раз приводят график грузоперевозок, как раз приводят график по потреблению электричества, по производству электричества, говоря о том, что эти индикаторы являются наиболее реальными отражающими картину в китайской экономике, и что действительно реальные темпы роста сейчас не 7,6, не 7,4, а намного ниже. Ну, так это или не так, вопрос хороший. Мы видим с вами графики облаженные годовые, которые нам говорят о том, что китайская экономика теряет темпы своего роста уже 7 кварталов подряд. И пока что видимых улучшений мы сами не видим, и это действительно пока настораживает. Но, еще раз повторюсь, очень важное событие состоится на игре, когда пройдет ротация руководителей, руководства китайского, и будем ждать сразу же после этой ротации каких-то заявлений очень важных по поводу того, что государственные власти будут производить большие инвестиции в китайскую экономику, поддерживать внутренний спрос, поддерживать инфраструктурные проекты и вливать большие деньги в экономику. Это может как-то развернуть текущий тренд по падению темпов роста по Китае. Так что, все интересно, все достаточно важно. В течение дня постараюсь все цифры обновить сегодня, выпустить большой обзор по китайской экономике, и там будем делать какие-то выводы наперед. Конечно, очень хотелось бы, чтобы и китайская экономика нащупала некое локальное дно, но не все от Китая зависит. Слабость в США, слабость в Европе все-таки является ключевым фактором для китайской экономики тоже. Так, вроде бы все самое интересное обсудил, что хотел. Там еще много всяких различных данных есть, их не будем сейчас внимание заострять. Поговорю лишь об одном, о том, что, в общем-то, много видится разговоров о том, что Китайский народный банк, в общем, может запустить программы экономического стимулирования. Но, если мы с вами посмотрим баланс Центрального банка Китая, то увидим, что он практически не расширился в 2012 году, относительно года 2011. Это говорит о том, что Китай, в общем-то, деньги свои-то и не печатает. Но, вроде, все крупнейшие Центральные банки, и ФРС, и ЦБ, и многие другие, как вы знаете, печатные станки свои запустили, и они на полную катушку работают весь 2019 год. Вот Китай воздерживается от запуска бесплатного станка, он очень боится того, что начнется рост инфляции. В Китае проживает 1 миллиард 300 миллионов человек, население очень большое, и в структуре потребительской инфляции на долю продуктов питания и вот таких вот всех товаров приходится порядка 40%. То есть, в Китае о чем говорит Китайский народный банк? О том, что мы не будем запускать печатный станок, потому что мы видим, как действие печатных станков в крупнейших Центробанках влияет на цены на продовольственные товары, на сырье, что в конечном счете может, соответственно, обернуться высокими темпами инфляции в Китае в том числе. В общем, Китай этого очень сильно боится, поэтому пока воздерживается от запуска стимулирующих программ. В общем, тоже такой достаточно интересный факт. Будем внимательно следить за Китаем, который, еще раз повторюсь, является второй по размеру экономикой мира. Вот, вроде бы, на этом, наверное, и все. Будем завершать наше дневное мероприятие чуть позже сегодня. Все-таки, надеюсь, успею подготовить большой письменный обзор по Китаю. Там вы сможете более подробно посмотреть все то, о чем мы сегодня с вами говорили. Если у кого-то остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в чате. Если вопросов нет, то, в общем-то, буду с вами прощаться. Пожелаю хорошего дня. Рынки, вроде как, восстанавливаются уже 4 дня подряд, как мы с вами и ожидали. И это неплохо, на самом деле. Если потом какие-то вопросы возникнут, то мне на страничке журнале можете оставлять комментарии. Я там могу с вами пообщаться в оффлайне. На этом будем завершаться. Всем спасибо за внимание, что остались с нами до конца. До новых встреч. Да, вроде как все. Все. Всем до свидания.